Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Лесопромышленный комплекс России поддержит. Президент распорядился доработать действующий механизм субсидирования. В Самаре ведется работа по предотвращению возгораний в жилых домах. Какие рекомендации на оперативном совещании дали представители МЧС? Как вести себя, если ты или кто-то рядом провалились под лед? Сотрудники МЧС провели для студентов речного техникума инструктаж о правильном поведении на водоемах в зимнее время. Давайте жить дружно. В одной из самарских школ прошло показательное игровое занятие школьной службы примирения. Какими раньше были библиотеки и когда появилась первая из них? В Международный день книгодарения выясняем, почему читать и обмениваться книгами в настоящем переплете не только полезно, но и выгодно. Президент поручил правительству поддержать лесопромышленные комплексы и доработать действующий механизм субсидирования перевозок лесопромышленной продукции, сохранить параметры и обеспечить реализацию этой мероподдержки в течение не менее трех лет. Также нужно оказать меры дополнительной поддержки компаниям лесной отрасли, пострадавшим от санкций, рассмотреть возможность увеличения объема вывоза продукции по железной дороге, предусмотреть субсидии на морские перевозки, продукции, деревообработки и северо-западных портов. В качестве временной меры поддержки бизнес получит отсрочку по уплате аренды лесных участков за незаготовленную древесину. Правительство рассмотрит возможность списания таких обязательств в объеме не выше затрат на перевозку. Президент предложил распространить действия ипотечного механизма на деревянные дома. Правительству поручено проработать меры поддержки по выпуску деревянных домокомплектов и возможность использования малоэтажных деревянных домов заводского производства для расселения аварийного жилья. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». На перекрестке улиц Новосадовой и Полевой идет устройство стартового котлована. До 20 февраля планируют завершить монтаж свай, а в исторической части города в стартовом котловане ведутся подготовительные работы под конструкцией тоннеля проходческого комплекса. Рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Один из исторического центра в направлении станции «Алабинская», а другой в обратном направлении к станции «Театральная». Специалисты занимаются также вопросом переустройства трамвайной линии в районе перекрестка Красноармейской и Галактионовской. Напомню, на прошлой неделе к участку доставили шпалы. Параллельно подрядчик вел подготовку рельсов, которые для укладки на повороте требовалось изогнуть под нужный радиус. В настоящее время ведется устройство балластного слоя в локации, где разместятся трамвайные пути. Обращать внимание на новую разметку временного пешеходного перехода нужно у перекрестка Красноармейской и Галактионовской. Все работы, связанные со строительством метро, находятся на постоянном контроле. По расчетам экспертов, после завершения строительства первой ветки самарского метро пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. При необходимости МП «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится, чтобы он был обновлен к концу 2024 года. Уже более половины парка привели в порядок. А самое главное преимущество – после ввода в эксплуатацию новой станции добраться из отдаленных районов до исторического центра города можно будет за считанные минуты. У людей, живущих в удаленных районах на Безымянке, будет возможность посетить наши культурные учреждения, которых очень много в центре города. Это и оперный театр, и драмтеатр. Это наша замечательная красавица-набережная, это наш музейный квартал, очень много музеев в центре города. И, конечно, модельная библиотека, библиотека народов Поволжья на Ленинградской семь теперь замечательная расположена. Поэтому я только рада за то, что у нас так развивается вот эта линия метро, и она очень выгодна и правильно, в правильном месте будет расположена. В Самаре идет работа по предотвращению возгораний в жилых домах. В Самарском районе областного центра на еженедельное оперативное совещание пригласили представителей МЧС, которые дали ряд рекомендаций. Как отметили в администрации, человеческий фактор становится причиной возгораний почти в 90% случаев. С подробностями Светлана Тимофеева. В пожаре на улице Некрасовской погибли два человека. Еще два получили ранения. Возгорание в многоквартирном доме произошло 11 января 2023 года. Виновный уже установлен. В конце января крупный пожар произошел на улице Садовой, где сгорели два частных дома. Причиной стало короткое замыкание. Власти Самарского района областного центра оценивают обстановку как серьезную. Это настораживает. Мы всячески проводим работу и с населением, и с управляющими компаниями. О профилактике разговариваем с жителями о том, как правильно обращаться и с газовым оборудованием, и со всеми тем, что может нанести вред не только им, как жителям, но и, соответственно, их соседям. Поэтому занимаемся профилактикой. Чтобы исправить ситуацию, в районной администрации провели еженедельное оперативное совещание при участии сотрудников МЧС. Офицеры напомнили представителям управляющих компаний и управляющим микрорайонами о профилактических мерах. Работу необходимо начать в кратчайшие сроки. Организовать и провести обходы мест проживания неблагополучных семей, лиц, находящихся на обстановленном учете и наиболее уязвимых социальных групп населения, а также оказание им помощи в приведении печного отопления и электроборудования в пожаробезопасное состояние. Сотрудники МЧС порекомендовали совместно с представителями организации, которые обслуживают газовое оборудование, провести профилактические рейды по квартирам граждан. Особое внимание следует уделить одиноким людям и социально неблагополучным семьям. Управляющим организациям предстоит проверить подвальные чердачные помещения многоквартирных домов на предмет наличия там пожароопасного мусора. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков, События. Перешли реку на лыжах и узнали правила безопасного нахождения на водоеме. Сотрудники МЧС провели для студентов речного техникума открытый урок, во время которого учащиеся получили инструкцию о правильном переходе рек и озер в зимнее время, узнали, как оказывать первую помощь и как вести себя, если провалился под лед. Вместе со студентами на лекции побывал Михаил Ермоленко. А также перекинуть рюкзак или сумку на одно плечо, чтобы вовремя скинуть с себя весь балласт. А чтобы помочь выбраться человеку из-подо льда, можно использовать подручные средства, например, шарф. Благодаря, казалось бы, простым советам, можно не только спасти жизнь себе, но и вовремя оказать помощь пострадавшему. Об этих и других правилах безопасного нахождения на воде сотрудники МЧС рассказывали студентам речного техникума. А чтобы сделать открытый урок интереснее, спасатели вместе с ребятами вышли на лыжах на реку Самару. Профилактические рейды сотрудники ведомства проводят еженедельно, в том числе и в школах региона. Отмечают, что такие лекции приносят свои плоды. Мы не так давно работали в школе, в подъем Михайловки, и там молодой человек говорит, а я спасал вот уже, да? То есть провалился под лед его друг, а я вот оказывал помощь, я ему кинул шарф, я вот так спасал. Но это все закончилось на таком местном уровне, он спас, и все, до взрослых эта информация не была доведена, следовательно, мы тоже об этой ситуации не знаем. Во время профилактических рейдов сотрудники МЧС рассказывают учащимся о безопасности на воде как в зимние, так и в летние периоды. Вместе разбирают разные случаи спасения, раздают памятки, отвечают на вопросы. По данным ведомства, с ноября 2021 по март 2022 произошло 8 происшествий. К концу прошлого года цифра увеличилась практически в 10 раз – 89 несчастных случаев на водоемах. Погибли 60 человек, в том числе трое детей. 75 пострадавших удалось спасти. Поэтому важно проводить уроки безопасности ежегодно, каждый сезон. Все для того, чтобы печальная статистика происшествий не пополнялась. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. В одной из самарских школ прошло показательное игровое занятие, которое провела школьная служба примирения. Посмотреть, как она работает, приехали педагоги из Владивостока. Задача школьной службы примирения – разрешать конфликты, которые возникают между учениками. Подробности у наших корреспондентов. Мария Черных, несмотря на юный возраст, помогает одноклассникам и другим учащимся разрешать конфликты в классах. Ученица 7 класса 68-й самарской школы прошла подготовку в службе примирения. Там была проблема, что была новенькая, которую еще не приняли. И мы провели круг в классе. Мы сначала провели просмотр фильма про буллинг, чтобы показать, что, может быть, если дети, так сказать, не примут ее. Мы провели просмотр фильма, после провели обсуждение. И после этого, через несколько дней, провели круг. Круг с рассказом каких-то проблем, которые, возможно, есть в классе. Дети поделились, поговорили об этом. И ситуация в классе улучшилась, новинку принялись и стали больше общаться. На территории региона Институт школьных служб примирения существует уже 13 лет. В них работают подростки с дружелюбным, неконфликтным характером, которые прошли специальную подготовку. Те конфликты, в которых сейчас дети оказываются, они очень жесткие, очень тяжелые. Очень часто этот конфликт может начаться где-то в сетях, потом быстро перекинется в реальную жизнь. Дело в том, что сейчас само общество не готово поддерживать открытый ребенка, как раньше. Помните, как раньше было? Выйдешь во двор, дворник поддержит, последит, куда ты пошел, маме, папе, бабушке все передали, где ты был. Сейчас этого нет. В Самаре школьные службы примирения работают во всех общеобразовательных учреждениях, подведомственных профильным департаментом. Всего таких на территории областного центра 153. Самарским школьникам это дает возможность решать конфликты, то есть налаживать взаимодействие друг с другом, то есть не ссориться, это помогает предотвращать конфликты в классе, в классных коллективах, между параллелями классов. Так как школьные службы примирения, они проводят круги сообщества, это позволяет объединить, позволяет помирить не только нескольких учеников, одноклассников, но и целый класс. Перенять опыт самарских кураторов и юных медиаторов приехали педагоги из Владивостока. Очень много удалось полезного, конечно, подчеркнуть, потому что мы хотим как раз открыть школьную службу примирения в нашем городе и обучать этому и взрослых, и детей. По словам специалистов, только за одно полугодие при помощи юных медиаторов и их взрослых кураторов удается разрешить более двух тысяч конфликтов. Светланд Смафеева, Игорь Казановский, События. Красивая обложка, запах типографской краски, новые знания и эмоции. В мире сегодня празднует День книга дарения. Праздник современный и достаточно молодой. Идея этой даты родилась в 2012 году. У английской писательницы, мамы двоих детей Эммы Перри. Она стала организатором и координатором Международного дня. Позже инициативу поддержали представители культурных и благотворительных организаций различных стран мира. Как праздник отметили в Самаре, узнаем в репортаже Ольги Павловой. Предметный столик, зеркало. То есть мы можем со всех сторон смотреть на микроскоп. Рассмотреть все детали микроскопа при помощи смартфона и четырехмерного пространства в 21 веке проще простого. В этих книгах плавают рыбы, оживают планеты Солнечной системы, животные и птицы. Если современные дети на происходящее реагируют спокойно, то их родители мечтают отправиться в прошлое, захватив с собой смартфон и красочные страницы издания. Приговаривая, во дворе бы обзавидовались. То, что книга – лучший подарок, особенно такая, по-прежнему считает директор детской библиотеки Татьяна Халитова. Отмечая, что ни одно электронное издание не способно передать запах типографской краски и работу иллюстраторов. Детей, говорит Татьяна Алексеевна, приучать к чтению книг нужно с самых ранних лет. Читающий ребенок обладает хорошим словарным запасом, грамотно пишет потом в школе. И вот этот процесс чтения, он очень важен, интеллектуальный процесс для развития творческой личности ребенка. Чтобы читать могли все, независимо от возраста, положения и достатка, ежегодно в мире отмечают День книгодарения. Идея этой даты родилась в 2012 году у английской писательницы мамы двоих детей Эммы Перри. Позже инициативу подхватили писатели, издатели и представители культурных и благотворительных организаций различных стран мира. В этот день принято дарить хорошую, качественную литературу родным, близким и просто случайным знакомым. Своими прочитанными книгами с Центральной городской детской библиотекой сегодня поделились ученики 121-й Самарской школы. Есть такая фраза, что книга – лучший подарок. Слышали такое? Да. В знак благодарности ребятам представили литературную программу «Влюбленные в книгу». Светлана Цуя обожает книги с детства, поэтому найти общий язык со школьниками не составило труда. Я вообще очень сильно зачитывала с книгами, меня сложно было от них оторвать. Родители даже ругались иногда. Мама просит прийти помочь, просит помощь. Я говорю, сейчас еще главу дочитаю и приду к тебе. Я дочитываю главу, понимаю, что мне интересно читать дальше. Она приходит уже через полчаса, пойдем помогать. Ребята узнали, как и когда появились новые книги, услышали об истории создания библиотек и лучших детских изданиях. Несмотря на то, что у каждого из них ежедневно под рукой гаджеты, читать они любят и рассуждают совсем по-взрослому, понимая, что интернет – это ресурс, который может помочь лишь в некоторых случаях. Мне нравится Гарри Поттер, девочка Вера и обезьянка Анфиса, гарантийные человечки и многое другое. Интернет люди создали для того, чтобы он помогал им, а не заменял их. Лекция и открытые уроки, посвященные Международному дню книгодарения, уже имеют свою небольшую историю. Послом ежегодной благотворительной акции «Дарите книги с любовью» с 2017 года является российский актер, театр и кино, режиссер, телеведущий, заслуженный артист России Максим Аверин. За пять лет к акции присоединились все 85 регионов нашей страны, было собрано и передано в различные организации около миллиона изданий, более ста тонн книг. Принять эстафету книгодарения может каждый из нас, тем более, что праздник совпадает с Днем всех влюбленных. А это значит, что книга действительно может стать лучшей валентинкой для возлюбленных, поднимет настроение и обязательно расскажет о ваших чувствах. Ольга Павлова, Игорь Казановский, События. В Международный день книгодарения в Самарском экономическом университете стартовала акция «Книга с любовью». Все желающие могут принести любую классическую художественную современную литературу и положить на стенд. Куда отправят эти книги, выяснил Михаил Ермоленко. Стенд, на котором можно оставить книгу для семей из города Снежное, сразу привлек интерес преподавателей и студентов. Каждый хочет внести свою лепту. Кто-то принес любимое произведение, другие – целую стопку книг. От художественной литературы до научно-популярной. Книгу Твардовского Василия Теркина. Просто хорошая книга. Приятно сделать что-то хорошее, особенно для людей, проживающих на Донбассе, которые сейчас живут в достаточно сложной жизненной ситуации. Я принесла Лермонтов, конечно же, принесла «Русские сказки», и принесла книгу по современным писателям, потому что я считаю, что это тоже правильно, и современная литература очень хороша. И принесла еще одну книгу по исследованию ментальности, то есть четыре книги. В первую очередь Михаил Юрьевич, конечно. Поэзия наша, я думаю, рулит. В Международный день книгодарения областные органы ЗАГС совместно с Экономическим университетом запустили акцию «Книга с любовью». Желающие могут оставить любую художественную или научную литературу на стенде одного из отделений ЗАГСа или в фойе Экономического университета. Книги отправят в Снежное. Акция продлится до 14 апреля. Сегодня, наверное, очень сложно выбрать время, выделить ресурсы и вообще в тех условиях найти русскую классическую литературу. И Самарское сердце всегда готово поделиться всем, чем мы обладаем. Также в этот день на базе Экономического университета сотрудники ЗАГСа запустили курс интерактивных лекций «Государство для молодой семьи». Рассказывают о тех нововведениях, о тех моментах, чем живет сегодня ЗАГС. О современном цифровом и клиентоориентированном государственном органе, который оказывает государственные услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния. В частности, студентам рассказали о различных льготах, о процедуре заключения брака, от подачи заявления до церемонии, о правильном использовании портала «Госуслуг». Букеты цветов, билеты в театр и кино сегодня в мире отмечают День всех влюбленных. Каждый год в феврале магазины утопают в тематических открытках всех оттенков красного. В воздухе витает аромат шоколада, а пышные розы невольно притягивают взгляд. Что дарят самарцы своим любимым и отмечают ли они вообще этот праздник, выяснили наши корреспонденты. Ну что приготовили? Подарок. Какой? Романтический. Романтический ужин будет. И что подарили бы любимой девушке? Цветы. А еще? Школа. Сходить куда-нибудь в кино с ребенком в развлекательный центр. Ну, с семьей туда-нибудь выйти. Ясно. А вы бы что подарили? Я бы приготовила что-нибудь вкусненькое. Торто с теплым. Вы отмечаете этот праздник? Нет. Почему? Потому что наш праздник в верности семьи – это 8 июля. Звериная конкуренция развернулась в Самарском зоопарке. Там тоже отметили День влюбленных. В необычном конкурсе 24 пары поборолись за звание самой красивой и крепкой. Кто вошел в тройку победителей, узнала наш корреспондент Ксения Баканова. Они не дарят букеты цветов и конфеты своим вторым половинкам, однако ухаживать умеют. Два полосатых хищника Кактус и Кассандра уже много лет живут под одной крышей. Тигрица моложе своего жениха почти на 7 лет, однако разница в возрасте – не помеха для влюбленных кошек. У них теплые и трогательные отношения. А если милые бронятся, то ненадолго. Мы сюда приходим не первый раз. Постоянно, когда к ним подходим, они ласкаются через клетку, фурчат, иногда играют, а иногда ссорятся. Уже второй год подряд эту пару посетителей признают самой крепкой. Ее наградили памятным знаком и любимым лакомством. Второе место в конкурсе для влюбленных заняли серебристо-черные лисицы. А все потому, что они очень заботливые родители. Если у животных образуется пара, то самец и самка становятся неразлучны. У лисиц еще бывают такие случаи в дикой природе, если отец семейства погибает по какой-то причине, то на его место может прийти другой лис и проявлять заботу о потомстве. На почетной третьей строчке расположились лебеди-шипуны. По легенде, эти птицы всю жизнь хранят верность одному партнеру. Это стало поводом для возникновения фразеологизма «лебединая верность». Однако эти птицы не такие безобидные, какими кажутся на первый взгляд. Лебеди, несмотря на то, что грациозные и изящные птицы, довольно-таки агрессивными становятся в брачный период. В дикой природе они оберегают свою гнездовую территорию и причем очень жестко могут нападать на других птиц и на мелких хищников. Люди порой могут поучиться у животных любви и взаимопониманию. Для этого достаточно прийти в Самарский зоопарк. Что касается участников конкурса для влюбленных, то в следующем году их список может пополниться. И одинокие обитатели зоопарка встретят свою вторую половинку. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Спортивные команды Самарской области проявили настоящий характер и показали, что бороться нужно до последних секунд. Баскетболисты отыграли большое отставание в Минске. Гандболистки «Лады» ушли от поражения за мгновение до финального свистка. А хоккеисты «Лады» смогли выиграть практически безнадежный упущенный матч. Подробности в нашей рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары в матче второго этапа единой лиги на выезде переиграли Минск. В первой половине матча хозяева паркета, являющиеся аутсайдерами турнира, вели в счете с разницей больше 10 очков. И после перерыва волжанам пришлось приложить немало усилий, чтобы переломить ход встречи. Это удалось сделать лишь в овертайме. 87-78 победа Самары. Волейболисты «Новы» одержали третью победу в Суперлиге. На домашней площадке новокубышевцы одолели «Югру» Саматлор из Нижневартовска. Хозяева дважды лидировали в матче, победив в первом и третьем сетах. Но гости в следующих партиях счет сравнивали. Все решалось на тайбрейке. В коротком сете лучше сыграли новокубышевцы. 25-20, 18-25, 25-21, 20-25, 15-13. 3-2. Победа «Новы». Хоккеисты ЦСКА ВВС победили в трех матчах из трех. В первой домашней серии второго этапа первенства ВХЛ против «Динамо Алтай». Сначала соперники устроили голевую перестрелку, в которой самарцы забили в два раза больше – 6-3. А затем дважды доводили встречи до серии буллитов. Оба раза после матчевой броски лучше исполняли хозяева льда – 3-2 и 2-1, соответственно. Самарцы занимают первое место в турнирной таблице. Хоккеисты «Лады» одержали сверхволевую победу в матче чемпионата ВХЛ против Ермака из Ангарска. После двух периодов тольяттинцы проигрывали 1-4. Но в третьем игровом отрезке смогли трижды реализовать численное преимущество и перевести игру в овертайм, в котором забросили еще одну шайбу. 5-4. Победа «Лады». Гонбалистки «Лады» второй раз подряд сыграли в ничью в российской суперлиге. В этот раз девушки не смогли выявить победителя в матче против Ростов-Дона. Вновь, как и в прошлой встрече с Астраханочкой, «Лады» перед перерывом уступала с разницей в 5 очков. А во втором тайме девушки смогли отыграться. Причем сделали это в самой концовке. Счет сравняли за мгновение до финального свистка. 29-29. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Администрация Октябрьского района Самары напоминает, что для всех жителей района работает автобус здоровья. Сегодня в очередной раз автобус доставил желающих в Центр здоровья при городской больнице номер 4, где они прошли профосмотр, получили результаты скрининговых обследований и рекомендации врача-терапевта. Пациенты могут обращаться в отдел по работе с населением и общественными объединениями по телефону, указанному на экране. Администрация железнодорожного района Самары рассказывает о том, как в реабилитационном центре прошел областной личный чемпионат по настольному теннису спорт слепых. Спортсмены-тренеры по месту жительства заняли призовые места. Анатолий Стасинец – третье место среди мужчин, Марина Власкина – третье место среди женщин. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки поздравляет ветерана труда федерального значения Наталью Евгеньевну Бурову с 90-летним юбилеем. За плечами у Натальи Евгеньевны 53 года научно-педагогического стажа. За время трудовой деятельности Наталья Евгеньевна неоднократно выступала с научными докладами на республиканских, всесоюзных и международных научных конференциях. Опубликовала 72 научные работы по лексике и фразеологии русского языка. Наталья Евгеньевна являлась руководителем более 163 курсовых студенческих работ и 72 дипломов, из которых 67 были защищены на отлично и отмечены как высокий научный уровень. Телеканал «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова